Место, где можно зефиринки пожарить. В качестве разминочки сегодня решили приехать в веревочный парк, который на Устмане. Мы уже экипировались, пойдем на четвертую трассу, которая, говорят, больше всего дает нагрузок на ноги. Сейчас проверим. Четвертая получается, это вот лесенки пошли туда дальше вглубь. Видите, у меня уже пошла. Обязательная страховка, она несъемная, то есть ее закатило, и сейчас всю трассу будем ее тащить за собой. Ну, здесь, кто боится высоты, лучше сюда, наверное, не ходить. Есть другие трассы, более низкие, вот там, двухметровые по высоте, здесь вроде как 7 метров, самая высокая. А еще впереди вижу велосипед. И, похоже, он часть нашей трассы. Кстати, я смотрю на эти ступеньки. По-моему, можно на них на шпагать сесть. Сейчас буду пробовать, ни разу по таким не ходил. Тем более, что они в свободном движении. Так, велосипед уже уехал, мне пришлось ему помогать стартануть. Вот что-то мне его нам будет вернуть и самостоятельно на нем передвигаться. Это будет, пожалуй, самое сложное. Там сейчас будет пытаться велосипед доехать. Вот, реально, это разминка на шпагат. Надо вот до туда синий дотянуться ногами и не звездом на цепаре. О! Сейчас пойдем по этим лесенкам. О, там что-то у нас. Я, возможно, пожалею об этом, но... Нет, у нас над рекой. Решил снять небольшое видео. Вот нашей безысходностью стали вы. Потому что уже назад пути не было. Надо всех выгонять. Сейчас вот по этим бревнам пойдем. Там человек хочет героически без рук идти будем наблюдать. Осталось еще немножко. На вид довольно-таки простая. Вот там еще веревочки. Платформа и дальше скатываемся вниз. Оказывается, вот эти бревнышки не такие легкие. Они сильно двигаются. Кстати, интересно, тут есть два варианта, получается, можно либо через эти бревнышки, наверное, по прямой пройти. Либо зигзагом идти. Как хочешь. А, нет. Это другая трасса, вот, страховочная выходит. Это, видимо, какая-то третья, скорее всего. Вот сейчас в самом конце будет самое сложное. Они еще и наклон имеют разный. И иногда бывает это прямо неудобно. Ты уже приспособился к ним, что там наклоняются, а тут хлобыся и нет. Девушка, она скалолазами занимается. Не знаю. Молодцы! А теперь нас всех так же! Хорошо идти толпой, потому что пока один проходит, ты отдыхаешь. Ну... А когда ты... Смотри, как другие мучаются. Да-да-да, давай. Смотри, страна на тебя смотрит. Сейчас мы в прямом эфире выложим что-нибудь. Страна будет болеть за тебя, как ты проходишь трассу. Ниндзя просто яс. Супер-ниндзя. Я надеюсь, это выглядит очень классно. Как спайдермен. Легче не становится. Тебе кинули спасательный круг. Я говорю, стал меньше ненавидеть. Супер-ниндзя. 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 Ну все, ребят. Теперь, если у нас настанет апокалипсис и нужно будет срочно еще раз прокатиться на веревочном парке, я с этой задачей справлюсь. Ну а если серьезно, то веревочный парк это очень хорошая локация для тренировок в игровой форме. Я думаю, такой парк надо посещать не только детям, но и взрослым, потому что в обычной жизни мы редко совершаем такие движения, которые делаем на этой полосе препятствий. Поэтому тренируется группа мышц, которая у нас обычно не задействована. Мне понравилось. Я думаю, еще раз туда приехать. Продолжение следует.